Для мобилизации и расслабления, в основном по лестнице, да, ну и лёгко-позвоночных осуществлений, когда человек лежит на столице, мы к нам. Меня зовут Олег Калавов, Будвин, и вот первый приём показываю. Берём подкосочки подвздошные, руку подкладываем, так, чтобы час лежал, показываем человеку, чтобы он расслабился. Руку делаем прямую, не захватываем, чтобы лёгко-узлы не пережать, да, или ещё, чтобы чикотно не было, больно не было, на прямом ладошке кладём. Ложили, расслабили, и теперь квадратные мышцы, поясничные, да, и позвонки, самые нижние поясничные, растягиваем, доходим до преднапряжения, и потом антилизируем. Перед этим человеку, естественно, не было, будем разогреть. Переходим на лёбр, с помощью лёбра выпускаем, и упор делаем в лёбрно-позвоночное сошинение лёбра. Тременно от оси позвоночника, это сантиметров 5-7, вот в них упираемся и продавливаем. Также можно и в обратную сторону продавить, подняв лёбра, тут доним в таз. Уже произошла хрустка, когда произошла мобилизация. Ну, тут с лёбрами много не схватишь, только в основном нижняя часть получается, получится. Далее, при сколиозе, ну, сейчас я дойду до этого, да, можно брать за бедро целиком. У нас получается нога, как рычаг, видите, прямая нога, проверяете так, чтобы она была расслаблена. После этого мы раскачиваем таз, и нас интересует подвздошно-крестцовое осуществление вот здесь вот. Вот оно идёт. То есть давить мы будем, соответственно, в косточку подвздошную, в избирающую часть. Для начала, для практики, уперлись в крестец. Прошатали крестец. Прошатали по подвздошному крестцовое осуществление с этой стороны. Прошатали с этой стороны. Нога, естественно, идёт противофазия. И в ту сторону, и в возле стороны. После этого развели мобилизацию. Раз. Произошёл шелчок. Если у нас, нас интересует грудной отдел, да, тут можно, вот тут, как раз, при сколиозе. Допустим, они, позвонки ушли в грудном отделе в нашу сторону. В данном случае вправо, да. То мы давим уже не в ребра, а в сами, в сами позвонки. Если ногу тяжело захватить, вот так, как я показывал, да, на тяжёлой ноге, тогда она бицейки не получается. Можно взять с той стороны. Можно ещё обрешить ногу, заходить себе плечом и за коленом. Вот так, она становится легче. И вы тогда уже работаете вся корпусом. Так гораздо удобнее. Но единственное, что теряется рычаг за счёт маха всей, за счёт маха целиком ноги. Для тех, кто достаточно гибкий, ну, или лёгкий для вас, да, можно положить ноги вместе и взять обе ноги. Всё, расслабились. И так же продаю сначала таз, потом позвоночник. Если сколиоз, опять можно сделать с проворотом. Позвоночник тоже может не бывать. Всё, после всех регуляций расслабляем человека лёгким раскачиванием. Вот. А в следующем видеоролике я вам покажу скрутки конкретно поясницы с постановкой позвонка. Когда человек лежит на боку. Ну, сейчас мы переступаем к практике. А если вы нас только смотрите, то, с друзьями, вы нас смотрите. Лучше приходите сюда, отрабатывая всё на практике, на живой натуре. И вы уйдёте от нас с готовыми навыками в руках. С вами был Олег Алабудвин. Великий популяризатор массажных технологий на всём русскоязычном пространстве интернета. До новых встреч, дорогие друзья.